Книга «Открытым оком», том 9, тема «Вера», вопрос 2275. «Можно ли соблюдением заповеданного в Нагорной проповеди достигнуть Царствия Небесного?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если по букве понимать, то следует только эти девять заповедей блаженства исполнить, и тебе уже Бог обязан дать Царство Небесное. Но на деле здесь все невыполнимо для неверующего. Эти заповеди возможно выполнить только в возрожденной душе, кто полюбил Христа и Дух Святой вселился в Него. Человек спасается не делами даже новозаветного закона, а кровью Христа, Спасителя нашего и Господа. Новозаветные заповеди блаженств являются одеждой, в которую облекается душа, следуя уже за Господом. Исайя 64,6 «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. Все мы поблекли, как лист, и беззаконие наши, как ветер, уносят нас». Откровение 19,8 «И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». «И ради чего будет неверующий пытаться исполнять то, что противно здравому смыслу?» «Разум говорит, чтобы мы веселились». «Премудрость Соломона», 2,9 «Никто из нас не лишай себя участия в нашем наслаждении. Везде оставим следы веселья, ибо это наша доля и наш жребий». И вдруг предлагается плакать, чтобы быть блаженным, то есть здравым и счастливым. И так в любой заповеди. В начале было слово «Божий сын», не журналистика газетное вранье, слова библейские положим на весы и перевесят наше вшивое тряпье. Не надо городить бессмысленный плетень из фраз отдельных, выбранных удачно, под царским одеянием не воцаряйте пень, бесплодие очевидней среди колосьев злачных. Библейские евангельские строки пытаются пришить к своим хламидам, эпиграфам божественным не оживить убогих, хотя незнающим и нравится по виду. Не хлебом, мол, единым человек живет, когда безбожную козявку оживляет, не хлебом колбасой и тычут с кровью в рот, а дальше мыслями-кургузами виляют. Вода иная здесь за запятой, умолчаны слова страшнее грома, но всяким словом Библии святой, здесь смысл пропуска чудовищно огромный. От Бога исходящие слова, они питают душу лучше хлеба. Не хлеб выходит наша голова, но живы мы глаголом, сшедшим с неба. То камни собирают в строях храмы, в которых торжища монахи за прилавком, сверхлегкомысленно врачуют людям раны, курение ладана обкуренному травкой. Но только проповедь о распятом Мессии, о воскресении его и о прощении, чудесно оживит те камни, что сносили, под сводом бросили лежать без попечения. Не надо врать, убого воровать, слова нетленные, толкуя в козь и криво, писклявых журналистов-корреспондентов врать, вставляют в Божье слово безумное курсиво. 30 июня 2004 год. Игнатий Тихонович Лапкин. Игнатий Тихонович Лапкин.